Конец последней мультимедиа, которую я хочу показать, это объекты с 3D-анимацией. Это доступно начиная с 19-й версии Powerpoint, то есть в более ранних версиях этой функции, к сожалению, нет. 3D-объекты добавляются и работают, в принципе, как обычные изображения, только с некоторыми специфическими возможностями и настройками. Но, в принципе, это те же самые вставленные изображения. Их можно добавлять точно так же с вашего компьютера, если они у вас скачены, а стандартный формат файла JLBIN, на самом деле очень-очень много вариантов файла, можете посмотреть, какие именно расширения поддерживают 3D-объекты. Есть большой набор 3D-объектов, точно так же на стоке Microsoft 365, и в 19-й и в 21-й версии есть часть из этих 3D-объектов бесплатных. И точно так же можно добавлять 3D-объекты напрямую из программы Paint 3D. Это самый обычный Paint, только с 3D-функциями, доступен в 10-м и 11-й версии Windows. Добавленный 3D-объект выглядит следующим образом, как обычная вставленная картинка, но у него посередине еще и вот такая иконка вращения объекта. Вот это отличный признак, который показывает, что перед вами 3D-объект. Таким образом выглядит сток Microsoft 365, и здесь вы можете заметить, что на некоторых изображениях в левом нижнем углу есть иконка бегущего человечка. Вот эта иконка говорит о том, что данный 3D-объект еще и анимирован. Я покажу сейчас примеры анимированных и не анимированных объектов, и как с ними можно взаимодействовать. Когда вы выделяете 3D-объект, то появляется новая вкладка «Трехмерная модель». Если объект статичный, то будет верхний вид. Если объект анимированный, то слева появятся еще два значка «Воспроизведение» и «Сцены». Все остальные кнопки, все остальные настройки, в принципе, на панелях абсолютно одинаковы. Но вариантов возможностей, конечно, не так много. Есть предустановленный показ модели. То есть модель «Анфас», модель повернутая на 45 градусов, модель показанная снизу и слева. То есть вот здесь, кликая в это окошечко, можно выбирать, как она будет показана. В принципе, это все, что можно делать. Но настроить отображение модели, конечно, намного проще, потянув просто за ползунки. И вот еще что добавляется. Добавляются специальные анимации. Если в вашей презентации есть 3D-модели, то Microsoft предлагает пять новых анимаций, созданных именно специально под 3D-объекты. Я снова включаю демонстрацию экрана и показываю на практике, как работать с 3D-объектами. Я иду во вкладку «Вставка». Вот здесь выбираю раздел «Трехмерные модели». Если щекнута стрелку, то будет вариант выбрать файл с устройства. По умолчанию всегда стоит клик по клику «Поиск модели в интернете на стоке Microsoft 365». Вот все модельки, которые представлены, разделены по категориям. Есть отдельно раздел анимированных моделей всех животных и учебных анимаций. То есть вот здесь есть анимации планеты, животных, процессов, происходящих в земной коре и так далее. Но, к сожалению, набор не очень большой. Я вот возьму такой объект. Это 3D-человечек. Нужно время, чтобы скачалось интернета и вставилось. И вот у меня появился аватарчик такого мальчика. Его можно покрутить, подвигать, переставить по-разному. Перекрасить, поменять дизайн у этих объектов, к сожалению, нельзя. Можно выбрать какую-то определенную настройку просмотра. То есть поставить модель под определенным углом. Но, как я говорила, намного проще это сделать, конечно, ползунком. И вот эта моделька у меня статичная. Я могу добавить к ней определенную анимацию. Анимация проявления. Он будет вот так вот слегка разворачиваясь, проявляться. Анимация исчезновения. Аналогично тоже он слегка разворачивает и исчезает. Анимации выделения будет вертеться, скорость настраивается, будет качаться из стороны в сторону налево-направо и будет подпрыгивать и проворачиваться в воздухе. У каждой из таких анимаций есть определенные настройки эффектов. В каком направлении будет вращаться при появлении, насколько заметно будет вот этот поворот и где будет проходить ось объекта. Точно так же и для остальных. Для объектов выделения есть возможность настроить еще и непрерывное движение. То есть вот этот молодой человек будет вращаться, не переставая. Это иногда удобно, если вы предполагаете, что слайд будет достаточно долго висеть сам по себе на экране. Давайте теперь добавим уже сразу анимированный объект. Также в меню «Вставка» «Трехмерные модели» и я выбираю... Так, вот здесь вот из всех анимированных моделей я выбираю летающую тарелку. Вот появляется сама моделька и она сразу уже движется. То есть есть возможность поставить это движение на паузу или возобновить заново. У некоторых таких анимированных 3D-моделей есть только одна сцена анимации. Сцены выбираются вот здесь, вот во вкладке «Трехмерная модель». Здесь есть несколько вариантов сцен. Я могу полностью сделать модельку не анимированной и переключиться между несколькими сценами. У «Летающей тарелки» сразу 3 готовых уже настроенных объемных анимации. У многих моделек такая анимация одна. Между вот этими вот анимациями можно переключаться. Например, у меня есть «Летающая тарелка» и есть вот такая вот кнопка. Вот такая вот кнопка, на которую мы будем нажимать для того, чтобы анимацию сменить. Сейчас «Летающая тарелка» показана вот следующим образом. Она и она крутится. То есть сразу уже на нее стоит определенная настроенная анимация. Крутиться она будет непрерывно, поэтому я ограничу ее прокрутку вот одним разом. Теперь я добавляю к ней новую анимацию. И вот здесь вот в меню «Анимации» мне нужно выбрать «Анимация модели». Какую следующую сцену я буду использовать. Например, я буду использовать эту сцену. И анимация будет происходить по триггеру, по нажатию на кнопку. Как это будет выглядеть? При включении слайда «Летающая тарелка» просто крутится. Я нажимаю на кнопку и анимация переключается. Как видите, сама «Летающая тарелка» помещена в разные места, и поэтому при клике на кнопку она неприятно прыгает. К сожалению, нет какой-то возможности плавно или аккуратно это настроить. Если первая анимация по умолчанию будет непрерывной, то ваша кнопка может просто-напросто не сработать. Потому что, видите, анимация не прекращается, и значит у модельки нет возможности переключиться на следующую сцену. Поэтому всегда, если ваша анимация не срабатывает с 3D-модельками, в первую очередь проверяйте параметры эффекта, как долго эта моделька будет сама по себе крутиться. Вот это те модели, которые по умолчанию показаны в самом PowerPoint. Сейчас еще раз переключу показ экрана. Это то, как в самом PowerPoint, какие есть модельки и как показана их анимация. Но мы можем добавлять некоторые объекты и сторонние. Например, с помощью программы Paint 3D я добавила, в самой программе сделала вот такую вот объемную модель и добавила ее в PowerPoint, даже просто через Ctrl-C, Ctrl-V она добавляется. Я вообще раньше никогда не имела дело с 3D, для меня очень сложно что-то делать, но готовясь к вебинару, буквально за полтора часа у меня получилось сделать вот такую вот диаронку, посвященную жизни шмелей. И, конечно, это все сделано из готовых материалов, готовой картинки, просто нарезаны и соединены между собой, но тем не менее, вот, пожалуйста, вот он готовый уже 3D эффект. Работает так же, как любая другая моделька, то есть, несмотря на то, что файл загруженный, вот его можно покрутить, перевставлять, и точно так же можно добавить к нему определенного рода анимацию. То есть, в принципе, если у вас версия Windows 10 или 11, то у вас по умолчанию стоит вот эта бесплатная программа Paint 3D, с помощью которых можно работать с 3D-модельками и делать для своих презентаций что-то вот такое интерактивное и интересное.